Традиционная почтовая марка продолжает выполнять свою миссию – оплату почтовых услуг. Однако марки – это еще и настоящая историческая ценность. Выставка, посвященная годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, подготовлена союзами филателлистов двух стран Белоруссии и России. В экспозиции 19 уникальных экспонатов. Один человек выставляет про авиацию военного времени, другой – про артиллерию, третий – полевые письма, четвертый – «Сестры милосердия» про медсестер коллекции. Другая есть коллекция, именно рассказана про битву за Москву, кто участвовал, какие войска, какие маршалы, генералы. Марки, телеграммы, письма, конверты – каждый из этих раритетов – целая история. И собиралась это буквально по крупицам. Когда ты воочию можешь увидеть оригиналы, тех же самых писем, треугольников времен Великой Отечественной войны, ты по-другому немножко воспринимаешь эту историю. И я хотела бы сказать, что сегодняшний проект, он как никогда важен с точки зрения сохранения этой памяти и с точки зрения противодействия фальсификации истории, которую мы наблюдаем сегодня со стороны наших западных партнеров. Всегда имеем колоссальный интерес и очень большой отклик, как со стороны более старшего поколения, так и молодежи. Для молодежи видеть почтовые марки не в новинку. Однако знакомство именно с такими экспонатами, в особенности с письмами с фронта, знаменитыми солдатскими треугольниками, а также с почтовыми карточками, посвященными сестрам милосердия, вызывает особое чувство. По этим письмам можно узнать, что они чувствовали, что они сделали и кем были. И это точно такая же память, которая настолько же важна, как и, например, та же жилетка, либо та же последняя граната, которая была кинута. Освежать память и узнавать новое всегда важно, особенно если это касается настолько важных вещей, как Великая Отечественная война. С экспонатами филателлистической выставки можно познакомиться до 22 декабря в Российском Центре науки и культуры. Валерия Гарперина, Юрий Печур, Александр Стивицкий, телерадиокомпания «Брест».